Как дела, друзья? Меня зовут Майко, мы продолжаем с вами проходить игру под названием Япипсайко. И в прошлой серии мы столкнулись с не менее странными событиями и всякими тварями, которые здесь вообще присутствуют. Я думаю, что это только начало. И закончили мы с вами в прошлой серии на том, что нам нужна печать. У нас все-таки Синтракорп, мы должны к Синтре обратиться и сейчас запрыгнуть в виртуальный салатовый мир. Ну и кроме того, у Хьюго, который довольно-таки мутный типок, будет какая-то вечеринка в честь его дня рождения. Давайте зайдем к Синтре и посмотрим, что она нам скажет и поведает. Синтра? Что это за голос? Это здесь? Ох и темень, блин. Нет, подожди. Там явно ничего нет. Здесь стена. Тут тоже стена. Вы мне когда-нибудь фонарик вынадите вообще? Мне положен фонарик за наши страдания в прошлый раз. А, подожди. А вот оно что. Тут не так темно на самом деле. Синтра? Извиняюсь. Что здесь делают качели? Это приложение для отдыха и расслабления. Вы не хотите попробовать? Я? Нет, спасибо, может позже. Я хотел поговорить о книге, которую ты сказала мне найти. Я нашел всю информацию и заполнил форму Arts 301. Великолепно, мистер Пастернак. Чтобы попасть в библиотеку, вам понадобится печать Синтракор, которую я могу вам подставить. Форма печатается в вашем офисе, вы сможете ее забрать после того, как выйдете из Синтранет. Спасибо. Дети ведьмы. Давайте расспросим, раз пошла такая пьянка о том, что Соса нам говорила в прошлой серии. А ты знаешь что-либо о детях ведьмы? Извините, у меня нет записей о детях ведьмы. Почему вы спрашиваете? Кое-кто рассказал мне о них. Хм, ведьма прячется в компании и распространяет почту уже десятки лет. Осмелюсь предположить, что она так или иначе влияет на каждого человека в компании, в особенности на слабовольных людей, которые могут полностью попасть под ее влияние. Будьте осторожны, мистер Пастернак. Конфиденциальность. Ты сказала, что моя работа конфиденциальна, что я не должен о ней никому ничего рассказывать, ради собственной безопасности. Верно, мистер Пастернак. Осторожность одна из черт компаний, которой работники могут быть с ведьмой заодно. То есть некоторые люди помогают ведьме? Верно. Очень вероятно, что она может быть вашей коллегой. Рекомендуется не раскрывать ведьме того факта, что вы охотитесь на нее. Слушайте, ну... То, что Хьюго странный тип, это не значит, что он ведьма. То, что Соса явно похожа на какую-либо ведьму, это не значит, что она ведьма. Кого мы еще там... Миссис Ростова или Госпожа Ростова? Я бы тоже не сказал. Я думаю, что вот эти людишки, которые с серыми глазами и вообще-таки отмороженные. Видимо, они дети ведьмы. Хотя, может быть, они просто отмороженные. Понятно. У вас уже есть форма с данными о молоте ведьмы? Используйте ее, чтобы попасть в библиотеку. И там найти книгу. Угу. Хорошо. Можно покататься. Да, вполне себе. Ахахаха. Класс. Ладно, погнали. Погнали в библиотеку. Которой не стоит ожидать ничего хорошего. О, письмецо. Зелененькое. Памятка. Мы напоминаем всем новым сотрудникам, что еще недельный мотивационный разговор с полковником Дюмонтом состоится в 11 утра. Вы должны прибыть к ценозначенному времени в конфиденц-зал С. Спасибо. Мотивационный разговор? Подожди. Зал С это там, где... Лошадиный помет? По-моему, да. Мы в Сентракорп верим в комплексный подход к занятости персонала, и у нас активная позиция к улучшению социальных навыков и навыков работы в команде у работников с помощью мотивационных разговоров. Чего? Так, ладно, выходим. Мы получили форму R-301. То есть она уже с печатью, насколько я понимаю, да? Короче, погнали в библиотеку, а там разберемся. Но я же не знаю, который час... Сейчас. Может, нам стоит сначала в конфиденц-зал С попасть? Потом уже сюда идти. Пойдем. Неплохо было бы мне, конечно, сохраниться. А тут, как всегда, темень. Монарик подбери, пожалуйста. О-о-о-о! Наконец-то! Фонарик! Вы можете быстро экипировать или брать вещи с помощью T и Y. Ага, хорошо. Три батарейки. Здесь ничего интересного. Там батарейки к пульту нужны были. Помните в самом начале? Но если они у нас будут... Вы получили красную книгу. Это красная книга. Страницы пусты. А если у нас будут лишние батарейки, тогда я схожу, наверное, поднимусь на верхний этаж. И тогда... Посмотрим, что с этим пультом. Это книжный стенд. Так это понятно, что книжный стенд. Вот, еще две батарейки. Замечательно. А как их менять? Они, наверное, автоматом будут меняться. Свечечки горят. О, сова сидит. Какая клевая сова. Сова, ты нормальная, я надеюсь? Это тележка с совой. У нее есть колеса. И я могу легко толкать ее. А, сова нормальная, только потому что не живая. Тут тоже что-то двигали. Здесь зеленая книга, но я не могу ее взять. Стеллаж закрыт. А теперь? Ага. Погоди-ка. Секция, да? Секция 8, секция 9. Может здесь какой-то есть план? Смотрите, тоже по секциям все разбито. Четвертая, третья, соответственно. Надо найти какой-то... Какую-то подсказку. Тут вообще пусто. Десятая секция, да? Одиннадцатая. Тут тоже пусто. Здесь пусто. Куча сов. Но я же не знаю, что мне нужно. Это пьедестал с кнопкой. Нажать на нее. Пока нет. Двенадцать. Два. Восемь. И что-то закрыто совой. Еще прикол в том, что они все четные. Эти числа. Что это такое? Синяя книга. Ага. Красная, синяя и зеленая, да? И это все приведет меня к оранжевой. А ну-ка, давайте посмотрим. Тут книги есть вообще? Посмотрите. Книга с синей обложкой. Страницы пустые. По-моему, я понимаю, что мне нужно сделать. Но я еще раз проверю для достоверности и уверенности. Зеленая на двенадцатую полку. Красная на вторую. Синяя на восьмую. Двенадцатое. Зеленая. К зеленой я не подойду, да? Синяя это восьмая. Мы тут рядышком. Шестая. Седьмая. Восьмая. Синяя. Хорошо. Красная 2, да? Это у нас 4, 3, 2. Угу. И теперь нужно каким-то образом до зеленой книги добраться. Но я не могу это сделать. Может мне нужно разбить вот эту фигню? С помощью... С помощью... С помощью... Да. Хорошо. Зеленая. Зеленая у нас 12, да? Синяя. Теперь... Восемь... Может порядок какой-то должен быть? Нет, никакого порядка не нужно и совы тут вообще ни при чем. Нормально. Короче, просто берете эти книги и смотрите, куда их нужно положить. И желательно, чтобы они... Эти совы просто не загораживали. Вот и все. Единственное, друзья, что я... Вот эту сову справа, да? Сначала разбил. Сначала мы с вами разбили вот эту фигню, да? Потом поставил я книгу, а потом отправил вот эту сову сюда. То есть и все, и проходим. Без проблем. А я думал, что за дичь, блин? Кроме того, если вы долго будете бегать, то батарейки, естественно, будут уходить. Это письмо. В нем написано. Друг мой, я не стала верить ни одному члену этой компании. Особенно сейчас, когда она уничтожает сама себя. Любой может быть одним из ее детей и нет возможности это проверить. Можно верить только нам троим. Подпись АМ. Где-то мы встречали еще несколько писем от этой АМ. Лист ведьминой бумаги. Ничего. Ничего. Еще одно письмо красное. Это записка, в ней написано. С кинжалом в лапах ворона? Я надеюсь, что кошмар закончится. Теперь я оставлю тебе отчет о его прогрессе. Надпись АМ. С кинжалом в лапах ворона? Шоколадный батончик. Вы не могли отправить новости еще хуже. Мы должны спрятаться как можно скорее и стереть любые упоминания наших имен. Если она узнает наши личности, мы обречены. Подписано АМ. Извини, кто-то прошептал. Погоди, это не чувак или чувиха в пинтах? Но то, что это паутин... Паучий кокон? Это видно. Две батарейки. Хорошо. Так, ну я хочу сохраниться. Потому что мы давно это делали с вами. Патокопия души сделана. Хорошо. Значит, если я сейчас схвачу эту книгу... На меня накинется какая-то срань. Это... Это существо читает книгу? Может ли она быть... Да, это молот-видим. Да, возьму. Мистер Момия, если вы не против, то я заберу книгу, пожалуйста, не оживайте. Наконец-то, я могу отнести эту проклятую книгу Синтрия, а потом свалить отсюда. Могу я теперь сбежать? Пожалуйста, дайте мне просто сбежать. Слушай, может... А, я не могу уже нажать на кнопку. О, черт. О, черт. Привет. Я не могу позволить взять любимую книгу старика. А-а-а. Это что-то очень-очень-очень какое-то хреновое. Не надо. Можно я сбегу отсюда? Дверь заблокирована паутиной. Я не могу выйти. Что мне теперь надо делать? Что мне делать? Может мне какую-то подставку... А-а-а. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ту. какой-то какой куда-то чего-то какую-то подставку может где-то какой-то проход есть я не вижу ни черта мамоньки тут еще и срани вот это вот взрывающиеся я понял я понял я понял я понял не действует понятно а чёрт тихо не догоняй меня не надо этого делать видимо я должен как-то активировать вот эту штуку чтобы она я не успею я не буду успевать надо как-то ее отвлечь надо чем-то ее отвлечь как-то чего-то сделать нехорошее мамочки ау где я смогу заблокировать допустим ей подход как-то задержать ее блин валит она не по-детски смотрите у меня уже здоровье как-то не очень и нет нифига не действует ай-яй-яй-яй-яй мамоньки 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 я не успею даже полечиться она меня сейчас загасит загасит тварь вы уволены спасибо и бегаю я как к боссомный блин еще кроме всего прочего где-то там бросаешь бомбу свою нет черт было бы у меня зажигалка так она чё-то скинула эта тварь ага ага а меня тоже коцает или нет ну давай иди сюда а черт нет 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 я же на паузе правильно батончик съесть и хлебушек съесть хорошо побежали 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 меня тоже коцает я наверное сейчас все здоровье короче снесу себе и и этой твари тchn тоже а чёрт ай-яй-яй я-яй-яй-яй стоп так чтобы хотя бы бегать а колу ох не хватит мне этого чтобы выжить я так полагаю что нам нужно три раза ее фига к ночь бутербродик пожалуйста побольше мне здоровья дай чудно еще разочек остался до похоже он исчез а двери открылись я же говорил здесь у нас не может быть просто так все библиотека тут всегда просто какая-то фигня происходит что слова вылетела в данный момент мне нужен фонарик я не буду его включать чтобы не расходовать батарейки ну да хорошо это логично более даже чем так доставить книгу нам же надо правильно но еще нужно заглянуть в этот в конференц-зал блин воды не хватает еды не хватает ничего не хватает хватает только сохранится я сохранюсь это что-то как-то слишком стрёмно короче с этой тварью паучей связываться по-моему сюда нужно да и и у меня уже есть книга я должен отдать ее синтри вот книга вы использовали молот ведьм великолепная работа мистер пастернак нет больше никаких мистер пастернак что-то не так послушай синтра я только что встретился лицом к лицу с роботизированным пауком человеком который кидал бомбы из глаз и там была мумия в темноте и и и это все не для меня я не подхожу для всего этого я думал что это будет обычная офисная работа проверка бумаги поход за кофе в середине дня я понимаю ваши чувства мистер пастернак мы осознаем что это раз на непростая работа и то что у вас есть особые обязанности в компании от лица синтракоп я хочу выразить нашу полную уверенность в ваших способностях также я могу проинформировать вас что я лично вижу в вас большой потенциал тот факт что вы нашли книгу доказывает а спасибо огромное позвольте вам напомнить что ваши труды не останутся незамеченными в синтракоп качестве награды за ваши труды вы получите премию в размере тысячи кредитов которые я переведу на ваш счет тысячи кредитов ооо если вы пожелаете то давайте взглянем на содержимое книга на интересную чтение завершено эта книга из 15 века созданная с целью опознания и охоты на ведьм язык немного изменился с того времени и я расскажу о важных деталях первое где найти ведьму ведьмы обычно скрываются в местах которые имеют для них особое значение или связаны с их жизнью хотя их убежища обычно удалены от оживленных мест благодаря их человеческой внешности они могут влиться в ближайшие сообщества практически без проблем второе а как распознать ведьма ведьмы это женщины заключившие пакт с дьяволом они совращают и манипулируют мужчинами крадут детей чтобы вырастить их как своих собственных и летают на метлах хотя они проводят большую часть своего существования в одиночестве обычно у них есть приверженцы или последователи среди них есть так называемые духи-фамильяры животные компаньоны которые выполняют их приказы любая женщина может быть ведьмой так как их сила трансмиграция возможность поменяться телами с другой женщиной слушайте но прям какая-то блин как этот сериал леденящая душу приключения сабрины и наконец как убить ведьму хотя огонь является самым эффективным способом уничтожить большинство ведьм ходят истории про особо мощных ведьм в истории которым пламя не страшно судя по моим записям нашу ведьму сожгли живьем несколько десятилетий назад но ее проклятие продолжило распространяться на компании в соответствии с книгой единственный способ положить конец самым мощным ведьмам использовать особый ритуальный кинжал а там погоди кинжал а там вроде как в игре престолов он но он не против ведьм а против так ладно это оружие с великой силы также обладает эффектом барьера ограждая носителя от ведьм пардон друзья не в игре престолов игры престолов это вообще сериал отдельный песни льда и пламени это книга как вы знаете там несколько томов и туда-сюда именно там было был разговор о каком-то мече таком типа по моему он тоже назывался а там если вы в курсе то и я что-то сказал не так пожалуйста исправьте меня в комментариях все это звучит как сказка что вы имеете в виду ну все знают что ведьмы не существуют а если бы они действительно существовали я не думаю что они полетели на на метле у них нет аэродинамичности а также это очень неудобно то есть ты хочешь чтобы я расспрашивал женщин в компании пытался заколоть их ножом я уверен что это убьет не только ведьм но и обычных людей понятно действительно понятно что что-то странное происходит в этой компании но я очень сомневаюсь что проблема будет решена использованием руководства по охоте на ведьм 50-летней давности разве ты не видишь что во всем этом нет смысла что ж извини но я не собираюсь ради этого подвергать свою жизнь опасности снова я просто пойду в свой офис посижу на стуле и больше никого не буду беспокоить вы так сейчас сиди вы и так сейчас сидите в своем офисе это еще что запланировано событие покиньте сессию как можно быстрее Брайан запомните никому не раскрывайте кем вы работаете ну такой себе агент 00 ведьма чтобы их обнулить или 00 это туалет ладно неудачная шутка стоп ты назвала меня Брайаном? ё-моё ты? почему ты все еще здесь? я-я-я-я-я о, мандю неси свой зад в зал совещаний давай, давай, давай давай, давай, давай кто вы такие? мы низшие из низших сомневаюсь кто вы такие? мы мусор задница моей лошади пахнет лучше вас вы дерьмо но кем вы должны быть? лучшими кем? лучшими из лучших и как вы собираетесь добиться этого? усердной работой мне не нужна ваша грязная работа что вы еще можете предложить? нашу кровь посмотрим мистер Хьюга подойдите поближе хьюга кто ты такой? я низший из низших что ж, я не знал что низшие пахнут как канализация это потому что я мусор это больше чем тебе подходит но кем ты хочешь стать? лучшими что? лучшими из лучших вижу и как ты хочешь этого добиться? усердной работой но ты бездельник мистер Хьюга что ты еще можешь предложить? свою кровь хорошо, хорошо, хорошо можешь вернуться на место сегодня я хочу поговорить с вами о чем-то очень важном о легенде, которую все вы знаете я хочу поговорить с вами о ведьме ведьма среди нас собратья и она приняла форму женщины я не считаю себе сексистом но это так это факт она может быть той леди с которой вы общаетесь о погоде в лифте девушкой с которой вы пьете кофе одалживаете пенс или посылаете факс в трех экземплярах но полковник все знают, что ведьмы выдумка ах, да да? дайте я вам расскажу о том, что произошло со мной пару недель назад мы с Дадой были в столовой разговаривали с друзьями перекусили 15 минут заслуженного отдыха потом я понял Каналья прошло более получаса как мы пришли сюда нам пришлось мчаться обратно на работу нам не платят за то, что мы пьем кофе мы влетели в лифт и нажимали на кнопки нашего этажа в надежде, что эта адская машина будет двигаться быстрее лифт поднимался на наш этаж со скоростью черепахи и незадолго до того, как двери открылись тысяча чертей лифт сломался как бы мы не нажимали на кнопки двери не открывались я тщательно пробовал нас всех успокоить такие проблемы случаются надо немного подождать чтобы лифт снова заработал но по правде, мне это не удалось мое желание вырваться оттуда и достичь своего рабочего места увеличивалось с каждой секундой я видел, как Дада страдал не меньше моего потом моей спины что-то коснулось губы женские поцеловали меня в щеку и в этот самый момент свет погас без света люди поддались хаосу все начали кричать, толкаться, бить по дверям, лишь бы выбраться а потом мы услышали звук Он был словно лезвие, воткнутое в глаз Этот редкий звук прошел через всю мою нервную систему В тот момент мы все знали, что смерть пришла по нашей душе Она, ведьма, была среди нас Я начал слышать крики боли от своих соратников Это была бойня Я не мог поверить в происходящее Мондью Взмолился я И случилось чудо Двери открылись и позволили небесному свету залить лифт Дада очнулся из транца и выпрыгнул из лифта Словно молнией спаси из кошмара Я вздохнул с облегчением Мы были в безопасности Но перед тем, как двери закрылись, пряча побоище Ледяные губы вновь коснулись моей спины В этот раз они оказались у моих ушей И они прошептали три слова Три слова, которые я буду помнить всю свою жизнь Работай 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 Что она сказала мне? Работай, работай, работай Я надеюсь, что вы не будете расслабляться в столовой Ведь теперь вы знаете, что будет вас ждать Хорошо, хорошо Люди, вы сегодня хорошо выглядите Итак Похоже, у нас есть новый рекрут Да, ты Ты, как тебя зовут, парень? Привет, меня зовут Пастернак Парень, ты видишь эту лошадь? Да, конечно Его зовут Дада И он заменяет все мое мужское бессилие Мне не надо ничего доказывать, когда я на Даде Я высшее создание Я Шарлемань Полковник Дюмонт Шарлемань Но ты внизу, ты никто Если ты не сделаешь так, чтобы тебя заметили Если ты не будешь стоять прямо гордо, выпитив грудь и крича, словно человек, охотящийся на мамонта Если ты не... Послушай, подойди ближе Брось этот кейс Тебе не пристало прятаться за щитом? Будь мужиком, бога ради Но? Но? Твое имя? А, да, меня зовут Пастернак Пастернак Ты знал, что твоя фамилия еврейско-европейского происхождения? Эээ, нет Он означает Пастинак Теперь это твое новое имя Пастинак Парень, я вижу, что тебе нужна мотивация Нет, нет, я просто, просто, я супер мотивирован Ха-ха С каждой ошибкой ты потеряешь 200 кредитов Что? Пастинак Кто ты такой? Я низший из низших Фу, моя лошадь не выносит твоей вони Я дерьмо Вы потратили 200 кредитов Ух, блин Но кем ты должен стать? Лучшим Что? Я тебя не совсем понял Лучшим из лучших И как ты собираешься добиться этого? Купив лошадь Упорной работой Эээ, своей кровью Упорной работой Этого недостаточно, Пастинак Что еще ты можешь предложить? Свою кровь Ну-ка, 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 ну-ка Так как ты новичок То я дам тебе мотивационное задание Для твоей инициации Это не обязательно, правда? Все в порядке Я тебе делаю одолжение Тебя определенно надо подполкнуть Что же это будет? Пусть Дада выберет полковник Как в старые времена Отличная идея Пусть Дада решает Посмотрим, Дада Какое мотивационное задание мы Выберем для Пастинака О, отличная идея Это реально? Каналия Дада проявил снисхождение И выбрал тебе легкое задание Пастинак Ты должен найти друга в офисе Ммм, но в каком офисе? Их много по всему зданию Полковник Мне послышалось, что это должен быть Кто-то из четвертого этажа Из Улья Великолепно Таким образом Между этажами возникнет синергия Дада, друг мой Ты гений Тебе ясно, Пастинак? Мне надо найти друга в Улье Отлично И на этом мотивационный сбор окончен Теперь за работу Жесть Нет, это, конечно, немножко Преувеличено И... Но... По сути, так оно и происходит Вот с офисными крысами Так оно и есть Пастинак Вот, ты оставил кейс В конференц-зале А, о, спасибо Я все еще растерян После всего произошедшего А, все в порядке Лучше подыгрывать Ты к этому привыкнешь И я рад, что Провернул трюк с лошадью Полковник безумен Как шляпник Кто знает, куда бы он тебя послал Кроме того Отдел кадров в Улье Подружись Там с кем-нибудь И... Кто знает Возможно, они поднимут Тебе зарплату Или переведут на другую работу Ну... Еще увидимся Да Пипец, блин Конторка Но... По сути, очень мало, друзья Различий от Реальной жизни О... Смотри-ка Привет, чувак Ты что там, досмотрел свое видео? Она меня не слышит Она слушает музыку Я не слышу тебя Я слушаю музыку Если тебе надо что-то купить Пери и оставь деньги О, хорошо, спасибо Опять Я не слышу тебя Карандаши Карандаши А это что такое? Пакетик растворимого кофе Стоит 125 кредитов Стоит его купить? Нет А с карандашами Че у нас там творится Вообще Два карандаша Мне в жрачке, конечно Что это такое? Бумажная фигурка Выполнена В виде человеческого силуэта А когда это мне дали? Или че я когда нашел? Не помню Так, ладно Короче, все чиканутые Все шизанутые И... Куда нам вулей нужно теперь, да? Ну, давайте Поступим так, друзья Я погоняю, наверное По мусорникам всяким Поищу Всякую жрачку Потому что вся жрачка ушла на эту Непонятную паучиху С несколькими жопами Да И увидимся уже в следующей серии Продолжим Ссылка на плейлист в описании под видео Также вы сможете найти В описании под видео Ссылку на прохождение The Count Lucanor Граф Lucanor От этих же создателей Полное прохождение Там не менее интересно Если вы не знакомились с этой игрушкой И вам нравятся подобные Жанры Вообще То обязательно К ознакомлению И к просмотру прохождения А... Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok